Параграф 84. Замкнутые моря. К замкнутым морям относятся акватории морей, окруженные берегами нескольких государств, которые не могут быть использованы для транзита в другое море. Прибрежные государства вокруг замкнутого моря имеют приоритетные права на управление биоресурсами, защиту и сохранение морской среды, координацию научных исследований и, соответственно, могут установить для всей акватории смешанный правовой режим, например, аналогичный режиму исключительной экономической зоны. Особый режим замкнутого моря действует, например, для российских Азовского, Черного, Балтийского и Охотского морей. Азовское море. Замкнутое море между Россией и Украиной. Россия считает необходимым закрепление за ним статуса внутреннего совместного исторического моря России и Украины, недопущение разграничения и установление каких-либо специальных зон и совместное использование и охрану данной акватории. Украинская сторона настаивает на проведении государственной границы по Азовскому морю и его разделе на внутренние морские воды двух стран. После воссоединения Крыма с Россией, изменившего границы в Азовском море, переговоры о статусе акватории зашли в тупик. Черное море. Замкнутое море России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии. Особый статус акватории был закреплен в Конвенции Монтре, разрешающей нахождение в море лишь ни крупных военных судов, ни черноморских государств и только не более чем на 21 сутки. Спорный статус Крыма и Абхазии усложняет переговоры по разграничению исключительных экономических зон и континентального шельфа Черного моря. Балтийское море. Замкнутое море между Россией, Финляндией, Швецией, Данией, Германией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. В XVIII-XIX веках здесь также действовали ограничения на пребывание военных кораблей неприбалтийских государств. Сегодня государство региона интересуется в первую очередь вопросами экологии, активно обсуждаемыми в Комиссии по защите морской среды Балтийского моря. Охотское море. Замкнутое море между Россией и Японией. Море почти полностью было частью российской исключительной экономической зоны, кроме небольшого участка в центре, получившего в силу сходства по форме названия «Арахисовая дыра» – «Пинат Хоул». Существование такого морского анклава международной территории посередине Охотского моря создавало множество проблем с пиратством и браконьерством. В конце 2013 года, после длительных переговоров с Японией, удалось достигнуть согласия на признание данной территории частью российского континентального шельфа, что определило приоритет России при использовании данного региона. Каспийское море. Крупнейшее в мире озеро, и в отношении него с некоторыми оговорками применимы нормы «Замкнутого моря». Статус моря определяется в ходе переговоров между Россией, Азербайджаном, Ираном, Туркменией и Казахстаном. Стороны уже на первом этапе отказались от идеи совместного управления Каспием и ведут консультации о секторальном разграничении озера. Крайне сложные из-за спорности тезиса о том, что к Каспийскому морю-озеру применимы нормы морского права. России, Азербайджану и Казахстану удалось достигнуть компромисса по линиям разграничений, однако разногласия между Туркменией и Азербайджаном и особый подход к секторальному делению Ирана пока не позволили прийти к окончательному решению.